Добрый вечер, друзья! С вами вновь Светлана Лазарева и Альберт Поливодов. Выбираем славное имя Омска. На данную минуту мы получили 6850 голосов. Что касается нашей последней встречи в пятницу, то с этого момента за выходные почти ничего, казалось бы, не изменилось. Если бы внезапный рывок Владимира Титаря на пятое место не переместил на шестое Михаила Ульянова. В остальном же четверка сильнейших выглядит так же, как и три дня назад. Чокан Вариханов на четвертом месте, Георгий Пантюков на третьем, а Егор Летов с Алексеем Черепановым идут большим отрывом и с маленьким друг от друга. Всего лишь 50 голосов музыкант отстает от хоккеиста. Ну, а Алексей лидер и по настоящий день. Вот уже две недели. Увы, из 12 первых выбыли Виссарион Шабалин и Дмитрий Карбышев. Вернулись же Михаил Врубель и Сергей Манякин. Так что голосуйте, голосуйте, голосуйте. Будет очень интересно. Мы, кстати, со Светланой тоже проголосовали. Мы это не забываем делать каждый день за одну очень неординарную и даже эксцентричную личность. А за кого вы узнаете, если примете участие в нашей викторине своего рода интеллектуальной разминке. Мы напоминаем, что все вопросы так или иначе будут связаны с этим человеком. Поэтому запоминайте телефон прямого эфира 60 70 44. И включайтесь в игру. Итак, будьте внимательны. Альберт задает первый вопрос. Ровно сто лет назад в газете Омский Вестник, да, была и такая до революции, было напечатано произведение одного омского писателя, предсказавшего события, предостерегавшего человечество от страшного события, которое может перевернуть историю многих стран и даже всего человечества. И что бы вы думали, судьбе было угодно, чтобы это событие случилось буквально на следующий день после публикации в Омском Вестнике. Назовите это событие, которое предсказал, к несчастью всего человечества, наш омский десатель. Предсказатель, да. События нас интересуют. Телефон 60 70 44. А пока вы дозваниваетесь, мы пройдемся по списку претендентов. Согласись, Альберт, в нем есть совершенно необычные люди. Вот даже я не знаю, кто такой Иван Каландр. Вернее, я знаю, потому что готовилась к эфиру. А вот из-за мечей, наверное, мало кто может похвастаться. Ну, замечательно, что кто-то из-за мечей вспомнил этого незаурядного человека. А ведь это действительно интереснейшая личность, которому Омск обязан не менее, чем Ивану Бугольцу. Во всяком случае, этот человек был одним из участников похода нашего основателя, Ивана Дмитриевича Бугольца. И, к сожалению, в отличие от своего великого сподвижника, он почти не остался на страницах истории. И таковым бы и оставался по сей день, если бы не наш земляк, другой наш земляк. Писатель Александр Лейфер, который посвятил рассказ, свой рассказ и сделал. Ларец поручика Каландра. Так называется его рассказ, вышедший в Омской правде еще в 1969 году. Внимание на экран. Так город узнал удивительную и трагическую историю человека, чье имя, единственное из всех, было упомянуто в исторических хрониках рядом с Бугольцем. Там же указывалось, что именно этот таинственный человек был штатным инженером отряда и строителем первых укреплений Омской крепости. А значит, и Омска. Одна строка меня взволновала. Когда жизнь Каландра трагическим образом закончилась, о нем докладывали аж в Петербург об этом. И было написано в донесении, о которой поручик Каландр был, по воле Божией утонул, едучи к Тобольску. И в таких людях есть худость. В исторических архивах сведений о Каландре почти нет. Поэтому автор рассказа позволил себе домыслить биографию своего героя. Так соратник Бугольца стал шведским офицером-артиллеристом, попавшим в русский плен под Полтавой. Впоследствии вместе с тысячами своих соотечественников он был сослан в Сибирь, где и перешел на русскую службу. У меня вот в рассказе сказано, что он якобы думает, что раз уж сила и обстоятельств, раз уж судьба меня забросила в далекую Россию, в далекую Сибирь, надо помогать этой огромной стране, надо служить ей на совесть, надо делать свое дело и здесь. Раз, не так, судьба повеяла. Действительно, шведские военнопленные, которых только в Тобольске тогда оказалось 800 человек, оставили в истории Сибири особый след. Среди них было немало образованных офицеров и отличных специалистов, инженеров, ученых, архитекторов. Они строили Тобольский Кремль, открывали школы, занимались изучением Сибири. Не случайно в царском указе Бугольцу прямо предписывалось пополнить в Тобольске свой отряд шведами. Символом образованности и интеллигентности Каландера в рассказе омского писателя стал ларец, который тот возил с собой повсюду и где бережно хранил свое главное богатство – книги. Насколько реальный Каландер соответствовал литературному, вряд ли когда-нибудь удастся установить. Доподлинно известно, что звали его по-русски Иван, что, скорее всего, в Сибирь он приехал вместе с Бугольцем из Москвы и, несмотря на невысокий чин, был важным в отряде человеком. В описи имущества и припасов, полученных Бугольцем перед своим походом, отдельным пунктом значатся 8 аршин английского сукна на мундир поручику Каландеру. Вот такая короткая история Ивана Каландера. Ну, весьма любопытная, особенно очень забавно, как ты его сыграл там. Я надеюсь, наши уважаемые телезрители узнали и твои руки, и твой образ, и твою бороду. Пусть больше ничего не узнают. Ну что ж, а нам подсказывают режиссеры, что у нас есть звонок. Алло? Алло? А, да, это... Здравствуйте, как зовут вас? А вы сейчас про нас говорили? Не знаю. А вы про нас? Назовите себя, пожалуйста. Мы ответили же только что. Ну, пожалуйста, а теперь в эфире ответьте в прямом. А, Хатенов Рахимжан Умарович. Так. Очень приятно. Так вот, интересно, какое событие предсказали в Омске 100 лет назад. Ровно 100 лет назад. Какое страшное событие планетарного масштаба. Подождите, повторите, я трубку дам ему. Ну, давайте, давайте. Здравствуйте. Добрый вечер. Какое событие предсказал наш известный очень соотечественник 100 лет назад? Ровно 100 лет назад. На начало Первой мировой войны. Ну, вы абсолютно правы. Спасибо. Вот как приятно, когда люди очень внимательные слушают каждое слово в нашем вопросе. А это очень важно. И за это внимание и естественную эрудицию мы по прошествии некоторого времени вручим вам вот такой замечательный настенный календарь на следующий год с логотипом нашей программы. Спасибо. Участвуйте в нашем голосовании. Ну, а теперь пора задать второй вопрос. Пожалуй. Итак, 100 лет назад. Опять 100 лет назад. Хорошо, Лена. Этот дом в центре Омска был известен всему городу. Здесь находился клуб, но не такой, как Атлантида, Ангар или Занзибар, хотя и не менее популярный среди молодежи и среди публики посолидней. Говорят, что сюда заезжал сам Колчак. Если вы узнали этот дом, а стоит он также на том же самом месте в центре города, то назовите, пожалуйста, улицу, на которой он расположен. Телефон прямого эфира 607044. А пока вы дозваниваетесь, мы вернемся к нашим героям. Вы, уважаемые участники проекта, активно пишите к нам в комментарии. И спасибо вам огромное за это. Вот один такой комментарий меня искренне тронул. Антонина Олеговна написала. «Лицо нашей земли – это мы сами. И этот проект – проверка связи, нужны ли кому-то еще наши герои. Заметьте, у всех они разные, и мы о них говорим, значит, они того достойны. Вот. И поэтому я голосую за любовь Ермолаеву. Просто рано еще свежа». Нам повезло, если так можно сказать. Мы со Светланой были последними, кто записал у этой замечательной женщины последнее в ее жизни интервью. Теперь эта запись хранится у нас. Мы бережно сохраняем ее на протяжении уже целого года. И решили еще раз напомнить нам, она уже выходила в программе «Живая история», в нашей же программе, и решили еще раз напомнить этот сюжет, связанный с этой замечательной, несомненно, славной женщиной в истории нашего города. Ну что, дружище, как ей возразить? Дорогу к детству, а где еще спросить? А может, просто только иногда В памяти своей приходим мы туда В городе там сказки живут Шалые ветры с собою зовут Там нас по морю сводили с ума Сосны до неба, до солнца дома Там по сугробам не слышно шла зима Это счастье, это вдохновение, все можно сказать А снежинки искрятся падают Не идешь А горят фонари в полутьме И я ищу Среди тысяч огней Мерцающих огонек Что в заветном горит огне Это был последний раз, когда директор и художественный руководитель своего театра-студии Любовь Ермолаева Прошла строчки из популярной сегодня песни «Омские улицы» А ведь когда-то именно она подарила ей первые зрительские аплодисменты Я очень любила петь И в спектаклях я, которые играли, я обязательно что-нибудь пела Вместе с Любовью Ермолаевой при самодеятельном театре в сельскохозяйственном институте Занимались и оба автора Поэт Михаил Сильванович и композитор Вячеслав Касач Они не раз исполняли свою песню на вечерах в институте Но на омских улицах в буквальном смысле Она зазвучала после записи на ТВ Тогда Омское телевидение очень много делало программ То есть московских программ, по-моему, почти не было Это так Омск, 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 Омск Было задание создать программу и отправить Ну, конкурс, московский конкурс И эта песня вошла И записали ее на студии телевидения Так омский вальс зазвучал не только в родном городе, но и в столице Я люблю, я люблю наши омские улицы В этот час, когда светят кругом фонари Светлана Бородина услышала Омские улицы только в середине 80-х Она и не предполагала включать эту песню в свой репертуар Но музыкальный редактор радио Тамара Муринец У которой тогда хранилась первая запись И которая переживала за качество пленки Предложила певице переписать песню Но, чтобы была старая интерпретация Чтобы не ушла вот эта вот изюминка И я записала эту песню Но даже тогда она не стала в моем репертуаре так прочно, как сейчас Во-первых, все меняется И смотришь уже совсем другими глазами И на город, и на улицы, и вообще на жизнь И эта песня закрепилась в моем репертуаре Ее всегда просят Где бы я ни была на гастролях Ее всегда, если есть омичи Просят обязательно ее спеть и поют вместе со мной Эту песню Певица рассказывает, что автор стихов Михаил Сливанович Даже предлагал ей изменить текст одного из куплетов Где упоминается площадь Ленина Мол, это не соответствует духу времени Но Светлана отказалась Из песни, как говорится, слов не выкинешь Да и к чему менять то, что вызывает такую жгучую ностальгию? Не то, что ностальгия Но можно даже сказать, что и ностальгия по-хорошему По всему хорошему, что было в молодости А молодость это ведь самое главное у человека И самое такое запоминающееся Самое счастливое время, какое бы оно ни было тяжелым Поэтому вот мне кажется, что эта песня Она сейчас как-то более востребована, чем была раньше На каждом своем концерте перед исполнением Омских улиц Светлана всегда просит людей назвать авторов знаменитой песни И ни разу не было так, чтобы кто-нибудь их не вспомнил Певица смеется Даже если скажет музыка и стихи народные Это будет правильно Потому что именно так определяется истинная мера любви людей к своим песням Ну что ж, нам подсказывают, что есть звоночек у нас И даже, возможно, с правильным ответом Алло, вы в эфире? Алло, здравствуйте Здравствуйте, как зовут вас? Меня зовут Галина Николаевна Галина Николаевна, ну, наверняка Вы нас первый раз, подождите, Галина Николаевна Вы нас первый раз видите в этом проекте «Славное имя» Да, я отдыхала летом, была в отпуске А вот первый раз, да И очень рада, что есть такая передача Вы сами-то не голосовали еще? Нет, не голосовала Обязательно сделайте это Спасибо Заходите на сайт 12-го канала и сделайте свой выбор в пользу славного имени Ну а сейчас ответьте нам, пожалуйста Что за дом мы показали? Я хочу ответить, что это улица Лермонтова Это дом нашего знаменитого земляка Антона Сорокина В этот период в итоге писатели и художники посещали этот дом, этот клуб Ну и в то же время вероятный колчак заходил Галина, ну вас в пору сюда вот сажать в кресло Альберта Поливодова, чтобы ввести программу Вы абсолютно точно и очень подробно ответили нам на вопрос И я думаю, таким, в общем, славным почином будет для вас приобретение вот этого календаря Звоните, участвуйте в нашем проекте Спасибо Спасибо вам за звоночек Ну что ж, тогда нам придется, очевидно, немножко извинить третий вопрос И тогда я попрошу наших режиссеров вывести только портрет Антона Сорокина А мы спросим у наших телезрителей Как же называл себя Антон Сорокин, когда бродил по улицам города? Альберт Викторович, я даже, я, в общем, вы и меня-то поставили в тупик Я не знаю, у него было столько много прозвищ Прозвищ, да Так вот, пусть вспомнят хотя бы одно и самое великое из этих прозвищ Как называл себя Этот человек Антон Сорокин Телефон прямого эфира 607044 Какое прозвище он дал сам себе? И его тиражировал и рекламировал Ну а пока вы дозваниваетесь Стоит сказать, что наши коллеги, сотрудники 12-го канала Тоже активно голосуют на сайте Сегодня за кого и почему Высказывается генеральный директор 12-го канала Автор проекта «Славное имя» Александр Малькевич На самом деле, меня этот процесс захватил тоже И я стараюсь каждый день заходить на сайт и голосовать Ну, открою секрет У меня три любимых человека Стараюсь равномерно голоса распределять между ними Это, во-первых, Михаил Александрович Ульянов Большой человек и большой артист Это Дмитрий Михайлович Карбышев Потому что его подвиг и его жизнь Достойны самого внимательного изучения Поклонения, преклонения и Ульянов, и Карбышев Это вот те самые омичи Слава которых вышла далеко за пределы Родного города, родного региона И это одна из целей проекта Сделать так, чтобы об Омске и о славных именах Омска Узнала Россия Ну, и третий мой кандидат Это адмирал Колчак Хотят омичи или нет Но Колчак, безусловно, оставил след Не только в истории России Но и в истории Омска И из песни слов не выкинешь И поэтому об Омске Все равно в контексте Колчака вспоминают А наш проект преследует две цели Во-первых, рассказать, как я и говорил, о России О Омске и о тех людях, которые оставили след Как в его истории, так и в истории России И второе, это напомнить самим омичам О тех славных и, может быть, забытых именах Достойных уроженцев омской земли Ну, а наш профессиональный историк Альберт Поливодов Увы, не поставил в тупик у наших телезрителей Подожди, подожди, мы же еще не знаем Алло, здравствуйте Здравствуйте Как зовут вас? Меня зовут Гаяс Мургалевич Гаяс Мургалевич Вот знакомы вы с Антоном Сорокином? Я с ним не знаком, но про него читал И называл он себя королем российских писателей Ну, спасибо, отлично, браво Сегодня просто замечательные зрители принимают участие в нашей телевикторине Еще один достойный обладатель нашего скромного, но красивого подарка Да-да-да, а еще Антон Сорокин называл себя бароном Мюнхгаузеном Это его называли, сибирским бароном Мюнхгаузеном А он называл себя мозгом нации, кандидатом Нобелевской премии И прочее, и прочее, и прочее И переписывался, кстати, со всеми европейскими правительствами Ну, один раз написал им письмо и не получил его ответа ни от кого, кроме Сиамского короля Ну, друзья, а теперь вы непосредственно к нашему герою О том, о ком мы говорили последние несколько минут О том, о ком задавали вопросы Ибо именно он в своем произведении «Хохот желтого дьявола» В 1914 году предостерегал человечество от ужасов Первой мировой войны Он проживал на том самом доме на улице Лермонтова И чей юбилей празднуют сегодня в Омске И в частности, в Литературном музее имени Достоевского Виват Король Виват Антон Сорокин Наверное, так бы, как мне кажется, это чем представил бы себя Вы знаете, что в Омске жил король писателей Антон Сорокин? И пламенно играл он эту роль, и были помыслы его в сотни Сам выйдя из купеческой семьи Он издавна боролся с капиталом И манифесты выпускал в свои колчаковских бардах Остричал он Колчак хотел его арестовать Но не успел Но не ценя спокойствие ни в грош Антон Сорокин собирал неистов Вокруг себя шальную молодежь Писателей, фантастов, футуристов И нос куда не надо он совал Ну и фантазерки, ну и в ралю Прям барон Мюнхаус Явился Так артисты из Тюза и Пятого театра пытались представить Как в начале прошлого века мог бы себя вести И знакомить публику со своим творчеством Самый большой саморекламист Омска Поэт и писатель Антон Сорокин Скромный конторский служащий Он никак не хотел мириться с ролью провинциального писателя-любителя Замыслы у него были самого что ни на есть мирового масштаба Свою антивоенную повесть-памфлет «Хохот желтого дьявола» он разослал всем европейским правительствам Сорокин был ярый пацифист Его невозможно представить с оружием в руках Он и дракта избегал Не то чтобы идти куда-то на войну За эту повесть Сорокин намеревался получить Не больше не меньше Нобелевскую премию Призыв к разочарованию автора остался без ответа Не жаловали писателя и местные издатели Часто газеты, журналы не брали его произведения И из-за плохого почерка, и из-за его репутации И из-за того, что он сегодня пришлет, что это рассказ Сорокин А завтра скажет, что это рассказ Льва Толстого И такое бывало Между тем, омского писателя и художника-самоучку признавали в Москве и в Петербурге И извещаем, что отныне ваше имя будет вписано И будет упоминаться в обращениях наших к народу в следующем порядке Давид Бурлюк, Василий Каменский, Владимир Маяковский, Велимир Хлебников, Игорь Северянин и Антон Сорокин Да, именно национальный сибирский писатель Антон Сорокин может бесплатно раздавать к своему портрету Свечи, перья, деньги и флайера В городе, где две трети населения было безграмотным, существовал самый настоящий литературный салон под стать столичным Вся творческая интеллигенция Омска запросто приходила в дом Антона Сорокина Где даже в трудные 20-е годы можно было найти бумагу и краски, перо и чернила Возможно в том, чтобы поддерживать начинающих и находил утешение самозваный король сибирских писателей После смерти в архиве Сорокина нашли более 400 пьес, повестей и рассказов Так и не увидевших свет Друзья, игра закончена, посмотрим, что изменилось во время нашего эфира Мы успели набрать еще 30 голосов прямо за наши 10 минут И по-прежнему лидирует Алексей Черепанов и Егор Летов Они достаточно сильно оторвались от своих соперников Да, увы, Георгий Пантюков уступает им почти 800 голосов Голосуйте, голосуйте А 12-м... Славных имен делят Сергей Манякин и Федор Достоевский Они делят два Федор Достоевский и Сергей Манякин У них одинаковое количество голосов Но почти десятикратно меньше, чем у лидеров Мы напоминаем, что только мы в силах все изменить Стоит только каждому... Не мы, а мы с вами вместе, уважаемые телезрители Стоит только каждому из нас раз в день заходить на сайт 12-го канала На сегодня у нас все До встречи и удачи нам всем Пока Редактор субтитров А.Семкин